Дорогие мои, ну это вот после вчерашнего ливня, вот эта фасоль от дождя сломали, эти палочки на котором она собирается, резко температура у нас упала, ну как вчера там уже сколько время, 35-40, вот сегодня уже 25 градусов, голубятни будет сейчас чуть-чуть больше, потому что стены голубятни еще нагревшие, не успели охлаждаться, на градус голубятни больше, чуть больше 25 получается, сегодняшняя тема ролика, дорогие мои, будет про терпение, вот там какой-то пешкунчик у меня упал туда, детей туда попер, иди сюда, засранчик, ты откуда сюда упал, видите малыш выпрыгнул, сейчас найду, поставлю на место, а нет, нет, ну там все, нет, сейчас, ну вот, ну там куда выпрыгнул, с какой высоты живой остался, так, дорогие мои, значит тема сегодняшнего ролика будет у нас про терпение голубятников, ну понятно, да, я вот все время говорю новых водителей, которые вот только-только права начинают брать, только первый раз за руль садятся, вот они все хотят быстро ехать, все хотят прямо шлифовать, газовать, там вот это, да, показывать, но я все время говорю, я говорю, вы сначала научитесь правильно ездить, а потом лишь после этого ездите быстрее, но я вас уверяю, когда у вас получится правильно ездить, вы очень часто не захотите быстро ездить, то есть вы уже поймете, да, теперь то же самое и в голубеводстве, дорогие мои, в голубеводстве есть такая же песня, все хотят, чтобы у них все было четко, все быстро, все конкретно, все хорошо, все замечательно, но, но не все же всегда получается, она может вообще и не получаться, для того, чтобы у вас были результаты, если даже вы взяли самую замечательную птицу мира, понимаете, вы должны понять одного, вот эту птицу не вы делали таким, а вам, так, я не понял, у меня чужой, и еще один чужой, вот он, мрамор взлетел там, у меня вчера один был чужой, и вот второй, вчера вот чуматенький, где чинка летел, это вчера был ливень, дорогие мои, а я бы даже и не заметил, я бы даже и не заметил, правда у нас вчера опять же ночью свет дали, было темно, уже не до этого было, так, дорогие мои, ну вот два голубя, ну понятно, что они обои с разных голубятни, потому что это, видите, там не так уж красиво, не мрамор, а кольцовано, у нас обычно как, голубятники любят в первую очередь кольцевать, это, да, таких красивых голубей, но тут я могу, что показываю, да, очень часто вот спрашивают, вот смотрите, вот, вот этот чин, это скорее всего из армянских голубей, поэтому, да, видите, клюв маленький, широкий, этот по длиннее, и по пальцам так же, ну мы сейчас выпустим, пусть они идут к своим хозяевам, давай, не нужны, вот видите, с тем избиваемся, давай, иди, это раз, а потом, не, сюда не надо, иди, кш, 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 длиннофил тер gymong, ну да, не нужно, кохода никуда не уйдет… походу, он никуда не уйдет… он останется здесь… вот, ну запакаем… просто… кшм… одним словом пополнение на самом деле я чужих голубей не держу не держу по ходу чубатеньки все-таки пошел может упал не знаю но вот этот мрамор еще летит этот мрамор еще тут летит и он скорее всего не уйдет надо чтобы он ушел ладно поставлю на паузу может уйдет потом парадонсу на по походу не хочет он от меня никуда уходить этот мрамор смотрите дорогие мои этот голубь летный голубь он еще и бьет так ну по крайней мере останов это останавливается не просто по ходу сыпает останавливается сейчас потяну то есть вот он ведь остановка потом сыпать не просто в ленту ну походу молодой голубь еще как бы бой не закрепил то есть скажем ну летит убить будет он но однако он мне не нужен этот голубь почему потому что в первых голубь без рода и без племени для меня это не голубь во вторых понимаете но сильные голуби не пропадают дорогие мои сильные голуби не пропадают вчера погода для всех голубей была одинаковая и для моих голубей была такая же резко ливи вёдрами сыпало но ушел хоть туда слава тебе господи до ведрами сыпала то есть погода вот видите настолько пара линда даже подтверждает погода для всех был вы было это да одинаково на однако эти не пропали тот пропал то есть это говорит о чем даже если голубь летит до ушел в сторону города даже если этот голубь летит и бьет и замечательно время показывает но не имеет право пропадать понимаете он не имеет право пропадать потому что но для того чтобы сказать что у вас сильный голубь выйти как у нас любит горит хороший голубь но это было несколько лет должен летать у вас было 5 но если он раз поднялся 2 поднялся третий раз пропал ну что вы от него хотите что вы хотите то есть как вы можете на него делать поэтому таким голубям лежит крылья якобы чтобы не пропали чтобы не долго летали а чтоб не пропали да но он опять ко мне привлечь а но тот куда туда упал вот это чем вчера тоже выкидывал он еще камеру не успела сканировать он уже в голубя тема и бы теперь вот смотрите была жара 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 сейчас погода прям идеально мертвы замечать на погоду не жарко ветерочек слегка все замечательно да ну по идее сегодня птица должна дуром уходи по идее понимаете это по идее а будет ли на самом деле так навряд ли почему потому что резкие перепады вот я вчера с олегом разговаривал говорить ночью было четыре градуса у нас голуби не пошли я год и сам себя как чувствуешь горит хреново ну резко жара и в четыре градуса до высоте там до 25 упала 4 градуса ну как должен себя чувствовать хреново должен чувствовать ягна почему голуби должны себя хорошо чувствовать понимаете вот то что вот многие думают если взяли там сильно голубей хороших голубей у них то же самое недорогие мои это это не факт что у вас тоже самое получится потому что с этой птицы еще надо человек который создал эту сильную птицу он создал он работал он у него они полетят он покажет вам а вот у вас она может не получаться почему потому что во первых это человек знает этих голубей кто от кого учу как нужно вот мои в голубей и самая большая линия это стариковская линия но его называют стариков стариковская этот голубь у меня тут 18 лет прожил на 9 мая я когда выпускал он не прилетел и вот так и не стало но по крайней мере 18 лет этот голубь у меня летал значит у них есть еще такой нюанс у этих голубей что у него что у отца что у деда вот если яйца снести когда его с гнезда берешь его как вот это да все смотрели наверное вот этот фильм кавказская пленница когда никулин с этим но с это с морозильного это камера вас машина с кузова спускается он там с тобой еще этот барашку таши вот этот голубь он обязательно в лапе вот так яйцо одну первые я не знал и получилось так ждешь долго-долго-долго что она снесла а не снесли вот снесли одно яйцо начинается до ломается но будешь невнимательный второе яйцо тоже сломается вот у них был такой характер вот именно вот этой линии вот яйца собой лапах беру ну у кого-то может тоже такое было значит был дед его и был отец деда у него в жару сверху прямо с точки винтом вниз и на доребезги разбился на смерть ну сердце как бы не выдержала отец у него в голубят не себя убил пытался придержать там это да но я не резал голубей закрывал он убился в голубят не остался из этой линии вот а где вот этот голубь вот этот бурохвостый мой многие знают этого голубя так вот этот голубь дорогие мои полтора года у меня не летал не бил ничего не показывал понимаете ничего абсолютно я его кидал он туда в этот на карнизе туда забивался сидел выезжал выкидывал он напрямую домой прилетал откуда бы не выкинул я пока приезжаю домой он там сидит через полтора года смотрю чужак ко мне садится там такие фонари тянет там просто сказка садится именно этот голубь это я почему говорю потому что ну недавно один из ребятам комментариях пишет погнали если голубь не пошел то типа выкинуть такого нет дорогие мои не всегда так получается терпение нужно работать вот сейчас вот эта голубочка да вот этот чап села но вы же помните она начала летать все четко пищалкой потом бой начала брать она вообще наотрез отказалась летать вообще месяц-два больше месяца она точно не летала ну я ж не убрал его я оставил потом она показывает себя то есть необходимо терпение и вы одно даже прекрасно понимаете вот эти басни что вот у нас там десять лет резко сидит голубь три года сидит турецкий голубь на крыло далее он сразу на десять часов на двадцать семь часов пошел но это сказки дорогие нету такого не существует такого и не может существовать понимаете голуби такие же живые организмы для того чтобы голубь стал сильным для того чтобы голубь долго летал он должен тренироваться он должен постоянно летать ну вот представьте себя да ребенок пошел раз в месяц пошел в школу и он отличник да так не бывает он каждый божий день должен школу ходить спортсмен там раз в месяц приходит спортзал и он чемпион мира да так не бывает он должен пахать и пахать то же самое для того чтобы голуби показали время лета тобой показали жесткий красивый хороший бой необходимо гонять 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 значит с тем голубем у меня он раскрылся все четко все конкретно его не мог споровать почти десять лет этого голубя я не мог споровать ни с одной головки первые птицы я с него взял уже ему было лет десять это был это чиль видите вот несколько дней не трогаю уже начинает закрываться ну сейчас уже линька закончится начну опять драть их да и не я сам тетер будет это делать сейчас пока они в линьке тяжеловато и я не трогаю все это ну как не трогаю ну все щипки не гоняю потому что птица отдыхает такой отпуск в отпуск я показывал те годы я пять лет показывал что и в жару и в линьку это голубь может летать всегда может она мучить не надо то есть когда у них линька когда жарко и надо мучить и надо это тоже часть терпения и для того чтобы это да потом тебя и этот голубь у меня брал девять гнезд никого туда не пускал все девять гнезда были его ни одна голубка голубки заходил он их сбил это ну а потом но это самая большая линия в голубях самые как бы это да лучше голуби мне именно вот от него пошли от этого голубя от его деда отца поэтому дорогие мои не торопитесь сделать сразу же вывод сразу нужно терпеть потихонечку помогли начинаем и вот тогда у вас все вот это получится бывает вот это да там момент ли голубь все четко летит все сказка линка начинается курица курицы курица курица вообще ничего не показывает он может по ходу сыпать то есть голубь который реально тянул фонарит там то резко стоял крутил вертелом начинает по ходу бить но это это чё говорит о том убрать таких голубей за это глупо то есть терпение нужно терпение без терпения у вас ничего не получится надо терпеть как это бог терпел и нам велел для любого результата нужно труд терпение и все вот это пили труда у вас все получится терпение труд все перетрут вот из такой то есть надо терпеливо заниматься но первоначальный материал должен быть у вас ну чё пойдем к лунчики не хотим или хотим еще раз говорю по идее погода сегодня но просто сказка просто сегодня вот я тоже стою вроде нормально замечательно по идее они сейчас две-три минуты и должны покрываться но будет ли на самом деле нет наверно нет наверно вот завтра будет такая погода они уже будут себя показывать уже по-другому потому что птицы должна еще привыкнуть ко всему это привыкнуть еще раз для результатов дорогие терпение терпение ну вот что там сидите а вот и 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 вот это чужой, ну а чубата куда-то упала на хвостик падает о, Кнопик, все, ты уже летать умеешь это вот этот малыш, который на днях, ну пару дней тому назад выпускал кое-как до маленькой крыши дотянул чуть на пол, на землю не упал вот он красивый, красивый, ой, 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 мраморный крыши мраморные ну а эти летают, дорогие мои, там даже кое-кто и чудит камеру направил, он уже не пьет вот, начинает раскачиваться да, дикар, по-моему, пошел а, что это такие не помню, тетерятники, что ли? непонятно, было что-то было по-моему, два тетера было не знаю, я зацепил этот момент или нет, но, по-моему, два тетера было и птица резко начала дикарить ну не понял, что-то было, но явно не голуби может, вот эти дикие голуби были с длинными хвостами типа, как этот, горлица ну, помимо горлица, есть еще и другие ну, эти пошли так что, дорогие мои, ну, мертвое дам небо гоняйте наберитесь терпением и все у вас замечательно получится естественно нам необходимо делать вобраковку вобраковку, в первую очередь делается в первую очередь делается по состоянии здоровой потому что голубь может быть закрытым он сразу вам не покажет но больной голубь, он вам сразу покажет что он больной поэтому, еще раз терпение, труд кто такой, что-то хорошо прям падает на попу прям очень хорошо прям улечеечка корейская низкая ладно этипажный блюд мир умер голубям небо удачи всем